МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте. Сегодня в эфире состоялось очередное 25-е заседание Национального собрания Республики Западная Армения. Новость о подписании Северского договора доходит до Армении неделю спустя. Наличие боеспособной армии – суверенное право любой страны. МИД. Прабабушка голливудского актера пережила геноцид. Чо Манганелло посадил в сквере памяти Ель. Укрепляется исторический мост Шикагох-Сюнингской области. Долма-Или-Хинкали. В Диджане пройдет фестиваль Мимино. Армянские спортсмены завоевали шесть медалей на паралимпийском чемпионате мира. 19 июня состоялось очередное 25-е заседание Национального собрания Республики Западная Армения. Со вступительной речью, представив повестку дня, выступила председатель Национального собрания Западной Армении Нелли Арутюнян. Вопрос, предусмотренный в первом разделе заседания касательно обсуждения пунктов договора, связанных с интеллектуальной собственностью, генетическими ресурсами и традиционными знаниями, в ООН был отложен для проведения более предметного обсуждения в юридической комиссии. Во втором разделе заседания были представлены способы обращения фонда и процесс обоснования деталей программ. Председатель Национального совета Западной Армении Арменак Абрамян представил депутатам подробности и важность расификации северского договора, пригласив 23 июня принять участие на встрече в ЗУМ. Встреча будет посвящена одному из важнейших событий Республики Западной Армении – восьмое годовщине ратификации подписания северского договора. Участники заседания обсудили текущие вопросы повестки дня. Новость о подписании северского договора доходит до Армении неделю спустя. 19 числа газета «Арач» в своей статье пишет, 10 августа должно остаться исторической датой в истории мира и особенно Востока. Договор подчеркивал не только создание Великой Армении, но и надежду, что вскоре ослабнут и кемалисты. Несколько дней назад в Зангизуре произошли печальные события. В Горисе большевики убили депутатов Армянской Республики Кавказа Ваана Хорину и Аршака Сирюняна. Но, несмотря на это, власти старались обеспечить праздничное настроение. И 19 августа в Ереване, хотя официально оккупированной столицей был Эрзурум Карин, торжественно отмечают в отписании северского мирного договора. Как и в предыдущие праздники, город был украшен трехцветными флагами и кабрами. К 11 часам утра войска уже выстроились, играл оркестр. Прибывают помощник военного министра генерал Ахвердян, генерал Назарбекян, Силикян, Рубен Терминасян и премьер-министр Амо Оганчанян. Среди присутствующих послы и военные атташе из разных стран. Обращаясь к солдатам, гражданам премьер-министр Оганчанян говорит следующее. Очень скоро мечта армян, наконец, станет реальностью. Иметь боеспособную армию, оснащенную современной военной техникой, это суверенное право любой страны. Так, Министерство иностранных дел Восточной Армении отреагировало на заявление Баку относительно армяно-французского военно-технического сотрудничества. Напомним, Министерство обороны Баку сослалось на договор приобретение между Восточной Арменией и Францией самоходных артиллерийских установок КАЗЕР, обвинив Париж в провокационной деятельности на Южном Кавказе. Восточная Армения и Баку на самом высоком уровне договорились о признании территориальной целостности и суверенитета друг друга на основании Алма-Атинской декларации 1991 года. ВИД также отметили, наша страна придерживается этого принципа и не имеет амбиции за пределами своей международной признанной территории площадью 29 743 квадратных километра. Внешнеполитическое ведомство еще раз напоминает, что этот подход был доказан на практике инициативы по демаркации границы в районе четырех сел Тавужской и Газахской области. Следовательно, Министерство опасается. Действия Баку направлены на то, чтобы предпринять новую агрессию в отношении Восточной Армении после саммита 29, который состоится в ноябре 2024 года в Баку. Актер, продюсер и режиссер Джо Манганелло в рамках своего визита в Восточную Армению посетил мемориальный комплекс Цитернакаберт и музей-институт геноцида. Об этом сообщает пресс-служба музея. Прабабушка голливудского актера Теврис Роуз Даракчан пережила геноцид. Ее муж и семеро детей были убиты турками. Восьмой ребенок утонул при бегстве через реку Ефрат. Вскоре после этих событий у Теврис родился девятый ребенок Сир Арпи. Бабушка Джо Манганелло. О своей прабабушке из Харберта актер рассказывал с большим волнением и восхищением. Джо Манганелло посетил музей геноцида, где ознакомился с постоянными и временными экспозициями, сделав запись книги почетных гостей. К завершению визита Джо Манганелло посадил ель в сквере памяти в память о прабабушке Теврис Роуз Даракчан и бабушке Сир Арпи, исполнив свое давнее желание. Ведутся работы по укреплению и ремонту моста, построенного на территории общины Шикаох Капана. Об этом сообщает Министерство образования, науки, культуры и спорта. Мост XIX века в деревне Шикаох был построен на одноименной реке. Фасадные стены и своды моста построены из обработанного базальта и речного камня. Арки свода из шлифованного базальта. Толма или хинкали. Какое же мясо вкуснее? В виноградных листьях или в тесте? Так, в полушутку или в полусерьез, говорят армянские и грузинские повара, готовясь к важнейшему фестивалю. 22 июня в Дилиджане во второй раз пройдет фестиваль армяно-грузинской кухни и культурного колорита «Мимино». Конкурс объединит шеф-поваров Восточной Армении и Грузии, соревнующихся в своих кулинарных навыках. Профессиональная жири даст оценку их работе. Цель фестиваля – представить особенности блюд широкой публики. В рамках фестиваля в 45 павильонах будут представлены блюда армянской и грузинской кухни. Местные жители получат возможность для продажи сельских урожаев и товаров ручной работы. Молодежная сборная Восточной Армении на Паралимпийском чемпионате мира Тбилиси завоевала 6 медалей. Член сборной Восточной Армении Артур Бабаян вес 49 кг в возрастной группе 15-17 лет установил рекорд Европы с результатом 105 кг, завоевав серебряную и бронзовую медали. Рафаэль Амазаспян завоевал бронзовую и золотую медали в возрастной группе 15-17 лет с результатами 75 кг и 210 кг. Хорен Сатурян завоевал две золотые медали в возрастной группе 18-20 лет в весовой категории 105 кг. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok